Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы выкатим с вами из ангара на несколько каток Е75. Ну а перед тем, как мы с вами начнем, хотел, как обычно, попросить каждого из вас, кто еще этого не сделал, подписаться на мой канал, чем вы абсолютно бодренько поддержите мои начинания. И поставить лайк этому видео, за что я вам буду очень благодарен, как оценка моих трудов и стараний. Итак, Е75 это девятка, которая стоит непосредственно перед Е100. В этой ветке очень много тяжиков, которые смущают чем-то, меня больше всего смутил в прокачивании именно Е75. Я не буду вдаваться в какие-то подробные технические характеристики по данному танку, типа толщины брони и так далее, а заострил бы внимание на следующем. Ну, как в примере с Эмилем-2 и Кронвагеном, братья-близнецы, то же самое и Тигр-2 и Е75, два брата-близнеца. Что-то где-то как-то разработчики немножко перерисовали. Внешне, честно говоря, мне, допустим, Тигр-2 нравится гораздо больше по прорисовке, по качеству, по всем вот этим вот щиткам там, всему остальному, чем вот это вот непонятное, ну, Адаробла, деланное топором. Я бы так его назвал. Если бы можно было его сравнивать с чем-то, я бы назвал его с рукоделием семиклассника, которому дали поиграться рубанком. И вот что-то такое, вот как-то вот так вот он попытался вытесать из куска дерева, в нашем случае из куска стали. Что же касается технических характеристик. Ну, здесь вообще на удивление, когда я открыл этот танчик, я офигел. Тут все, бляха-муха, то же самое, что на Тигре втором. Ну, вот-вот просто вот все. И орудие вот это, на котором я, допустим, отыгрывал до Е100, и, честно говоря, потратил даже немного свободки, но девятка с тем же орудием, с которым играл на восьмерке, вот все те же самые показатели, но это просто уныние и тоска, вот просто бред какой-то. Но здесь орудие десяточное стоит, открывая Е100, когда я уже смог его там докачать. Открыл вот это орудие, потому что выкачать все было для меня, честно говоря, морально сложно. Но, соответственно, вот так как-то так и получилось. На этом орудии, да, уже повеселее. 460 единиц урона, 250 пробития, целых 17 секунд перезарядки, что просто вечность для этого танчика. И голимых 1624 единицы урона в минуту, которые в бою там, ну, не решают вообще нифига. Ну, радоваться можно только, если ваших 460 единиц урона прилетит, а вас не прилетит в ответ, и вас никто не окружит. Тогда вы сможете еще немножко поиграть. Углы наводки вниз, как и у всей ветки, ну, просто ужасные. 8 показатель, 24 вверх, это безумный просто показатель для ТТ, но использовать его приходится крайне редко. Ну, а, соответственно, позитива особого и шансов на победу дополнительных это все не дает. Вот эти вот вещи я все не выкачивал, ни гусеницы, ни двигатель, ни пушку по одной простой причине. Потому что понял, что страдать, даже вот открыв и потратив 50, ну, опыта здесь, и считайте 50 здесь, то есть 100 тысяч опыта заработать на этом танке, чтобы потратить на вот эту всю лабуду, ну, реально пустая трата времени и сил. Проще добавить немного свободки, чуть-чуть покачаться на десяточке на вот этой пушечке, ну, и, соответственно, открыть Е100, добавив немножко свободки для того, чтобы прям вот совсем игра не превращалась для вас в какие-то постоянные мучения, ну, и уныние. Я у себя в ангаре этот танчик не оставлял. Он мне, по большому счету, меньше всего зашел из всей ветки. Ну, и, соответственно, я себе на основном аккаунте из всей веточки оставил только сам Е100, который, считаю, одним из лучших танков ТТ на 10 уровне для новичков. Итак, ребят, давайте закатим в бой и посмотрим, на что он способен. Итак, семимильными шагами мы забежали в топ данного боя. Поедем на линию ТТ, посмотрим, как играется наша броня. Если я правильно помню, то играется эта броня точно так же, как и на предыдущем танчике этой ветки. Скорость и динамика этого танка оставляет желать лучшего. Точно так же, как и делая обзор на предыдущие танки по этой ветке, по какому-то из танков я сказал по поводу того, что не исключено, что некоторые из зрителей данного видео смогут честно нам и искренне написать в комментариях или подумать, что открыл бы ты себе двигатель получше, может, и ездил бы пободрее. Но, как я уже сказал, не видел я смысла открывать все эти дополнительные оборудования, ну, не дополнительные оборудования, альтернативные, да, там, вот эти исследуемые части танка по одной простой причине, потому что танк настолько мне не зашел, настолько не показался мне веселым и играбельным, что оставлять себе в ангаре я его, в принципе, и не планировал. Моя задача была максимально быстро открыть Е100 и благополучно забыть про эти танки. Из всей ветки, которая ведет к Е100, данный танчик Е75, он показался для меня самым неприятным в прохождении. Сведение просто километровое, пока сведешься, блин, родить можно успеть, летит снаряд куда попало, даже если ты там свелся, пробитие, ну, я бы сказал, что неплохое, но, откровенно говоря, хотелось бы немножко получше все-таки, а урон, ну, урон да и урон, нанес, но потом сидишь и с каким-то таким, знаете, не знаю, томным ожиданием, с определенной грустью ждешь, пока, наконец-то, твоя пушка перезарядится, потому что 17 секунд перезарядки, это вам, ребята, даже не 10, ну, я не знаю, там, для меня 10 это многовато, я люблю шотить там почаще. Ну, пушка косая вообще просто, как мой сосед на пьянке. Броня, ну, вот, смотрите, отыгрывает довольно неплохо, хотя в нижний бронелист прилетает, но прилетает, скорее всего, исходя из того, что я просто вылазил на холм, и, соответственно, угол, под которым броня была выставлена под противника, он был более презентабельным, точнее, становился более презентабельным для врага. Блин, ну, не хватает вот этой вот перезарядки, это просто, ну, мрак какой-то, блин. Углов наводки не хватает тоже просто до какого-то кощунственного такого издевательства над человеком, который должен катать Е-75, и, как я понимаю, Е-75, наверное, вообще был рассчитан разработчиками, как такой танчик, который должен доставить вам максимум хлопоты неприятного от игры, для того, чтобы, когда вы получите Е-100, вы ощутили себя, ну, знаете, такой полуцарь-полубог. Я, оказывается, ездить могу и стрелять, и перезаряжаться, да и сведение неплохое. Ну, а разовый урон куда получше, чем на предыдущем танчике. Итак, ребят, где-то вот такой вот наш первый бой. Все снаряды, которые к нам залетали, залетали в нижний бронелист, а это говорит о том, что его выцелить врагу проще всего. Если вы немножко приспособитесь к игре на данной машинке, вы, безусловно, в отличие от меня в данном бою, будете прятать этот нижний бронелист за какими-то камешками, холмиками, искусственными преградами, прячась за какими-нибудь тушками, подбитых врагов, либо союзников, и таким образом продлите свою живучесть в бою. Сейчас досмотрим этот бой, в любом случае закатимся на еще одну катку. Посмотрим на один из великолепных танчиков СТ-шек из коллекции премов. По моему мнению, Химера один из лучших танчиков. Безусловно, там, когда она вышла, то по Химере были очень хорошие технические показатели, все на ней фанялись, все ее хотели. Ну а потом, официально, я не помню, чтобы Химеру понижали в каких-то там возможностях, но явно где-то втихаря что-то подкрутили. Итак, показатели нашего боя 1343 единицы урона, никого мы не смогли уничтожить, мы явно ушли в минус по серебру, но я это никогда не считал проблемой, можно компенсировать, играя на других танчиках. Мы заняли второе место в нашей команде по нанесимому урону, я бы не сказал, что именно из-за нас бой слился, сделали все, что смогли. Давайте закатимся еще в один бой. Итак, ребят, мы опять запрыгнули в топ, против нас три тяжа, три ПТ, с нами великолепный Т26Е5, который я считаю одним из лучших премтанков 8 уровня для новичков, с очень хорошим уровнем скорости перезарядки, очень неплохой динамики, ну и, честно говоря, довольно неплохой играбельностью в руках среднестатистических танкистов. Крайслер Ка с нами, но я не считаю, что это танчик, на который можно ставить ставку как на победителя. Спасибо нашему другу за то, что он нас пытается подтолкнуть. Ну, вот, честно говоря, если бы на вот этом танчике ехала ко мне моя смерть, я был бы не против. Потому что пока она ко мне доедет, я смогу прожить еще одну жизнь, и, может быть, где-то что-то наверстать упущенного, или сделать больше. Добраться до кого-то, ну, блин, реально, особенно если ты не угадал с направлением передвижения врагов, очень сложно, поэтому приходится подстраиваться как-то под бой, уже на тех позициях, которые вам пришлось занять изначально. Развиниваемся мы с вафелькой уроном. Ну, не знаю, ребят. Для меня этот танчик показался самым неприятным, как я уже говорил, для прокачивания, потому что вот это вот, уж простите, километровое сведение и ужасное время перезарядки, ну, оно не предоставляет вам, блин, бою, ну, никаких нормальных шансов на то, чтобы хорошо отыграть. Вот, я не знаю, может, если там прям уж совсем какой-то суперскилловый игрок, который там может предугадать все, что угодно, рассчитать все, что нужно, и знает ТТХ всех танков со временем их перезарядки наизусть, ну, тогда в его руках, возможно, этот танчик играется получше. Если вы умеете играть на этом танчике лучше, или у вас получалось лучше, ну, или если вы разделяете мое мнение по поводу играбельности данного танка, напишите свое мнение в комментариях, и мне будет очень интересно почитать. И другим ребятам, которые будут смотреть это видео и будут читать отзывы по данному видео, смогут для себя подчеркнуть что-то новое, интересное, либо узнать какое-то альтернативное мнение по поводу этой машинки, ну, уже в ваших руках. В моих руках, возможно, корявых, а возможно, невезучих, этот танчик играется просто ужасно. Ну, вот как-то так, даже в клинче, вроде бы выцеливая башенку, попасть в нее для нас оказалось задачей непосильной. Давайте попытаемся сделать это еще раз. Не вышло. Нам больше повезло, мы добрали его тараном. Может, просто этим танчиком тараном изначально играть нужно, и тогда не морочиться по поводу зон пробития в танках, потому что снаряд ваш все равно летит, куда бог пошлет, а посылает, как правило, мимо тех мест, в которые вы целитесь. Грешил я на Крайслера. Видать, на Крайслере играет кто-то, кто действительно умеет играть очень хорошо. Ну, а мы заработали в этом бою победу и посмотрим результаты. Итак, результаты нашего боя. Немного, немало 1300 урона. Я считаю, что очень мало, особенно как для танка 9 уровня, тем более тяжа. Мы по серебру находимся в таком положении, по-другому я его назвать не могу, и мы находимся на третьем месте по урону в команде. Ну, и сделанных два фрага, в принципе, мы там кого-то добивали. Итак, давайте подсуммируем. Мое скромное субъективное мнение. В руках среднестатистического танкиста, который не является скилловым игроком и имеет опыт игры небольшой, либо небольшой процент побед, так как это, допустим, в моем случае, данный танчик будет играться ужасно. Но отыграть его придется, если вы хотите Е100. Моя вам рекомендация, добавьте немножко свободки, лучше откройте Е100, а про этот танк, в принципе, забудьте, потому что фана, по крайней мере, таким игрокам, как я, приносить он явно не будет. Всех благ, всего хорошего, возвращайтесь на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, поддержите мои начинания. Всего хорошего, до встречи в боях!